2019 год. Путин в толпе прихожан. Тут и дети, тут и взрослые. И видно, что эта толпа уходит куда-то вдаль, то есть это основная часть храма. 2020 год. Путин в отдельном пространстве, судя по всему, это что-то типа клироса, детского церковного хора. Взрослых здесь нету, одни дети, и вот стоит там в уголочке священник. 2021 год. Это вообще какой-то необычный храм, так сказать, для избранных на реставрации находящийся. Там народу вообще практически не было, только свои. Ну и, наконец, 2023 год. Рождество Христово. Владимир Владимирович встречает, судя по всему, в абсолютно пустом храме. Там был президент, священнослужители и съемочные группы. Как прошло ваше Рождество? Что-то более... Я даже не знаю, как это назвать. Что-то более грустное вы вообще видели в своей жизни? Президент великой страны встречает Рождество в одиночку. В Кремле, но в одиночку. Очень оригинально отмечает Рождество лидер группы Little Big Илья Прусикин. Он выпустил ролик, в котором он сам в одежде католического или протестантского какого-то священника, вот этот белый воротничок, катается на скейтборде в виде креста. Посыл понятен, в день православного Рождества он это публикует. Сам музыкант, ярый противник спецоперации, не просто как боевых действий, а именно как проявлений и путинского режима, и всего чего угодно, свалил в Америку и там теперь снимает такого рода клипы. Это уже, мягко говоря, не смешно, даже его сторонники, его бывшие фанаты отнеслись с негодованием, что это за беспредел, что это за идиотизм. В России тоже хватает. Ура, патриоты, такие же отбитые, как и многие из либералов. Замечательный поезд специально украсили в честь происходящих событий. Все для фронта, все для победы, поезд победы. То у нас на такого рода плакатах изображались натовские или даже фашистские танки, артиллерийские установки и так далее, и так далее. А вот в этот раз рядом с символом атома изобразили супругов Кюри, французских исследователей. Собственно, вот супруг, вот супруга, которые более 100 лет назад проводили свои исследования, изучали радиоактивные материалы. Причем здесь все для фронта, все для победы, и французские исследователи 100 лет недавности. Это не должно нас волновать, правда ведь? Еще одна фотография, которую следует упомянуть. Останкинская башня побелела от аномальных морозов. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы. Останкинская башня, вот она на самом деле побелела, покрылась инеем плотным, густым. Тот самый циклон, которого ждали и называли его генерал Мороз, пришел. Но удивительно, он долбанул именно по России. То есть если посмотреть, где опустилась температура и где проходит наша граница, становится ясно, что Мороз пришел именно к нам. Проверить, насколько путинский режим подготовился к зиме. Насколько наша армия готова к ведению боевых действий в таких условиях. А на Украине температура осталась приемлемой. Возможно, ситуация со дня на день изменится. Но пока что вот оно так развивается. Может быть, это какой-то знак свыше, Владимир Владимирович? А вот еще настоящий знак свыше. Помните, как в Кремле решили импортозамещать автомобили? Нет, не для простых людей, а для элитки создали люксовый бренд Aorus. Это наикрутейшие что-то вроде Роллс-Ройсов автомобили для Путина и самых высокопоставленных должностных лиц нашей страны. И вот на один из таких автомобилей стоимостью больше 40 миллионов рублей сверху упала льдина. Сколько будет стоить и по времени, сколько займет ремонт этого агрегата, большой-большой вопрос. Почему Москва к зиме не готова? Почему на машины и на прохожих, мы с вами разбирали, ребенка зашибло сосульками насмерть, на генерала МЧС упали сосульки с крыши. И вот, пожалуйста, интересно, чья это машина? Медведева, Патрушева, Шойгу. Чей это Aorus? Это же не для простых смертных автомобилей. Или, может быть, Чемизов там ее оставил? Они думают, что можно развалить страну, но их это пронесет. У них есть частная охрана, частные школы, частные поликлиники, больницы. У них есть хорошие автомобили, у них есть рестораны и даже церкви для своих. Какое-то время назад я вам рассказывал про церкви, которые строятся специально для Голиковой, Мантурова, Мурашка. Ну, то есть, там своя специфика. Кстати, об этом. Тедрос Адханом Гибрейсус, глава Всемирной Организации Здравоохранения. Под вариантами крона, который сейчас жуть что вытворяет в мире. Вчера я вам рассказывал, судя по всему, эта информация оказалась фейком о том, что в Китае сжигают, массово сжигают трупы, кремируют прямо во дворах. Вы обратили мое внимание, я перепроверил. На самом деле, одни и те же кадры ретранслируют многие крупные средства массовой информации, поэтому даже я на этот фейк купился. То есть, Москва-24, солидные, большие, связанные с государством издания, этот фейк распространяют. Возникает вопрос, а зачем же его тогда распространяют государственные издания? Кому выгодно, чтобы в России обсуждали и в мире в целом обсуждали, что у нас происходит с коронавирусом? Жителям европейских стран нужно готовиться к плохим новостям, связанным с угрозой распространения нового омикрон-варианта коронавируса Кракен. Об этом предупредил обозреватель политико Карл Мартушелли. По его словам, новый штамм, известный XBB1.5, обладает большими преимуществами перед другими разновидностями вируса. Данные, поступающие с США, свидетельствуют о том, что XBB1.5 распространяется агрессивно, причем число случаев удваивается каждые 9 дней. Короче, друзья, трындец. В России новый вариант омикрон-штамма Кракен не обнаружен. То есть глобальная элитка говорит о том, что нужно срочно сделать себе укольчик. Нашу логику вы знаете. Каждые полгода должны продаваться большие дозы препарата. Они выпускаются. И даже если этот препарат не помогает, надо его использовать. Я думаю, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Для непонятливых, пожалуйста, расшифруйте в комментариях. Вся ваша активность, ваши лайки, репосты, комментарии самым прямым образом позволяют влиять на умы наших соотечественников. Мы здесь сообщаем правду. И если вдруг какой-то фейк допустили, с удовольствием расскажу. Сам заинтересован знать, что происходит в реальности. Ну и, наконец, куколды. Что это за надпись такая? Возможно, не все даже знают значение этого ругательного слова. Оно вроде бы не считается мадерным, поэтому я вам его покажу. В общем, это, мягко говоря, извращенцы. Или терпилы. Вот если искать что-то на стыке извращенцев и терпил, получаются куколды. Национал-большевисты, нацболы, запрещенная в России партия, которая сейчас существует в виде общественной организации. Нацболы разместили надпись куколды на ограде Министерства обороны. Интересно, в связи с чем? Конечно же, в связи с перемирием. Куколдами назвали наши Минобороны. Ну, то есть, почему Минобороны, если указ о введении перемирия подписал президент? При чем тут Минобороны? Ну, это уже детали. Это уже детали. В этом выпуске новый штамм Омикрона захватывает страну за страной. Россия в безопасности. Мы это уже обсудили. Система отказывается от путинской вертикали и уходит в загул. США готовятся к социальному взрыву на территории Российской Федерации. Трагедия Зеленского и ловкий ход Лукашенко. Вижу опечатку. Здесь должна быть большая F. Ну, ладно. Жителям европейских стран нужно готовиться к Омикрону. Сказали, российская армия соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения на Украине. Киев ведет обстрелы. Заявляют в Министерстве обороны Российской Федерации. Значит, еще раз напомню. Эрдоган созвонился с Путиным. Выступил патриарх Кирилл. Сказал, нам очень нужно перемирие. Путин издал указ. Соблюдаем перемирие с 12 до 24 полтора суток. Окей. Вылез Пушилин. Глава ДНР сказал, о перемирии речь быть не может. Депутат Гурулев сказал, не вижу оснований вообще для перемирия. Потом украинцы сказали, да Путин вообще рехнулся, это все провокация, не будет никакого перемирия, война продолжается, вообще не надо нам. Западные лидеры тоже об этом сказали, все, перемирия нам не нужно. Пока Путин все войска абсолютно не выведет с территории Украины, включая Крым, естественно. С их точки зрения Крым тоже остается территорией Украины. Все. Короче говоря, Путин, уходи, никаких перемирий. Появляется Дмитрий Анатольевич Медведев и говорит, ах так, вы отказываетесь от перемирия, значит его не будет. Значит мы вздохнули с облегчением и будем обстреливать там все как обычно. Плевать нам тогда на вас. Министерство обороны все равно говорит, что соблюдаем режим прекращения огня. В это же время приходят сообщения из Солидара, где вчера за полтора часа до объявления перемирия, наконец-то после многих там, после нескольких месяцев боев за Бахмут и Солидар, была прорвана линия фронта, линия обороны противника. И успешно развивается наступление. Сообщается, что наступление наши продолжают. В первую очередь это ЧВК Вагнер и так далее. Минобороны говорит, не, мы ничего не делаем, что это за шизофрения, но это еще ладно. Геннадий Зюганов призвал осуществить масштабный авиаудар по Украине вскоре после окончания перемирия на Рождество. Кто следит за нашим телеграм-каналом, я вчера утром это уже предполагал, даже позавчера, что единственная логика, в которой это все имеет хоть какой-то смысл, что это типа последний жест доброй воли, раз они отказываются, ну теперь мы можем себя не сдерживать. Например, в Ростовской области были замечены эшелоны, заполненные очень мощными авиационными бомбами, фабами. Возможно, тот уровень применения вооружений, который мы увидим в ближайшие несколько недель, будет небывалым, невиданным за время спецопераций. На 10 число Путин назначает Совет Безопасности, еще раз повторю. Если вдруг что-то вам непонятно, откуда я беру там данные и так далее, смотрите, вчерашние новости, позавчерашние новости. Стараюсь каждый день держать вас в курсе всех событий. И вот Зюганов как раз об этом говорит. Давай, Владимир Владимирович, давай, хреначь! Зюганов, сегодня в России пятая колонна не дремлет, в стране до сих пор процветают антисоветизм, русофобия, мавзолей Ленина на праздники заколачивают забором, так и не закрыт гадюшник по имени Ельцин-Центр, Сталинграду не вернули его подлинное имя. Сегодня наши воины с красным флагом победы сражаются на Донбассе, но нам на манифестации на Красной площади запрещают нести это знамя. Настало, наконец, время унять пятую колонну. Че-то я не понял. А кто вам запрещает? Путин как относится ко всему этому? Путин не в курсе, наверное. Путин не в курсе. То есть Зюганов просит Путина самому себе ударить по рукам. Так это не пятая колонна. Путин и есть тот самый человек, который за всем этим стоит, которому не нравятся советские символы. Ельцин-Центр, он очень даже уважает Владимира Владимировича Ельцин-Центра. Ничего против не имеет. Депутат Госдумы от Един России Андрей Гурулев призвал власти страны и Министерства обороны начать активно готовить в РФ мобилизационный резерв. Тот самый Гурулев, который вчера сказал, не вижу оснований для перемирия, теперь говорит, надо мобилизацию готовить. Новую мобилизацию, срочно мобилизуемся дальше. Путин сказал, все-все, нам больше не нужно, мы и так справимся более чем достаточно. Шойгу сказал, все-все, завершили частичную мобилизацию. Все уже сказали, теперь больше не будет. Значит, вылезает Гурулев, говорит, да плевать, что там этот Путин, что там, перемирие, не вижу оснований. Не надо мобилизацию, а я сказал, надо мобилизацию. А как же знаменитая путинская вертикаль. Что-то Владимир Владимирович перестали уважать у нас в стране. Цитата. Сегодня новые мобилизованные граждане пока не нужны для решения задач в рамках СВО. А что будет дальше? Как что дальше? Ну, победа уже послезавтра. Правда ведь? Почему у нас до сих пор не мобилизованы силовики? Наши полицейские, росгвардейцы, на худой конец МЧСники, охранники, разные чоповцы. Сколько их по стране? Несколько миллионов. Почему их не мобилизуют? Почему мобилизуют? Кого угодно. Токарей, механизаторов, агрономов. Это называется стратегическое сдерживание. Короче, холодная война. Гурулев мыслит временами своей молодости. Логика холодной войны. Гурулев добавил, что наличие готового мобилизационного ресурса, который в любую минуту можно поставить под ружье. У нас оружия это нету. У нас технологическое отставание, катастрофическое. Не-не-не, поставим под ружье. Может сдержать страны НАТО от прямого вмешательства в ситуацию на Украине. Сегодня все россияне обязаны помогать Минобороны РФ, пока военное ведомство страны выполняет сложнейшие боевые задачи, считает вице-спикер Госдумы Единоросс Шалбан Караол. Я правильно понимаю, что Минобороны не справляется со своими задачами? А как еще мы должны помогать? Вот ко мне обращаются люди. Павел, помоги с этим, помоги с этим, давайте депутатские запросы, давайте соберем гуманитарную помощь. У людей проблем выше крыши. У нас почему-то никто не справляется. У нас нехватка учителей в стране. Сироты по 20 лет ждут в очереди за законом обещанной квартиры, в очереди за жильем. У нас почему-то оптимизировано здравоохранение просто в дыс. Не знаю, как это сказать. Цензурно в последний момент себя остановил. Короче говоря, почему-то это простые люди должны помогать генералам. А какие... Я вообще ничего не понимаю. Вы что-нибудь понимаете? Пишите в комментариях. Русские украинцы являются единым народом. Церковь должна делать все для того, чтобы они не стали врагами, заявил патриарх московский в Сяруси Кирилл. А куда патриарх Кирилл смотрел все эти годы? Куда патриарх Кирилл смотрел все эти годы? Мог патриарх Кирилл выйти и сказать, «Я осуждаю высказывание Владимира Соловьева, у которого на передаче было сказано то-то, то-то, где украинцев показывают какими-то недочеловеками, какими-то шизанутыми и так далее. Почему он этого не делал?» Огромные потоки пропаганды с наших телеэкранов были замечены на Украине. И люди поняли, что здесь их, украинцев, не любят, мягко говоря. Чего патриарх делал эти восемь лет, мне интересно знать. Лукашенко во время посещения храма в монастырском комплексе Святой Лизаветинского женского монастыря. «Даже и те, сбежавшие из Беларуси, сегодня тысячами обращаются к нам, чтобы их вернули обратно на родину. Мы никого не выгоняли из Беларуси. Это такая же их земля, как и наша. Но они искали лучшие жизни, по разным причинам бежали отсюда. Настало время, когда мы, представители власти, я, как глава государства и вы, священнослужители, наши люди должны сделать шаг навстречу этим людям, которые не то обезумев, не то на какое-то время потеряв ориентиры, ошиблись. И будет, наверное, по-нашему, по-православному, если мы этот шаг навстречу им сделаем. Вот, пожалуйста. Внятная, разумная, миротворческая речь. Да, была оппозиция. Его, Лукашенко, хотели свергнуть, расстрелять, повесить. Ему приходилось там с автоматом ходить, изображать из себя Рэмбо. Он говорит, ну ладно, все, давайте мы по-православному их простим. Я, конечно, бы на месте оппозиционеров, ну, так быстро бы и не верил, наверное, Лукашенко. Но логика понятная и правильная. Абсолютно одобряю, поддерживаю. Лукашенко молодец. Учения российских и белорусских военных в Беларуси продлены, как минимум, до 16 января 2023 года. Об этом сообщает мониторинговая группа Беларуси «Белорусский Гаюн» со ссылкой на график проведения учений на белорусских полигонах. Общее число продлений составляет уже 37 недель, говорится в сообщении. Пока Лукашенко говорит о примирении с оппозицией, военные учения продлеваются уже 37 недель. Госдепартамент США заявляет, что новый посол в России Трейси намерен работать с российскими властями над возможностью возобновления и выдачи виз в Москве. То есть у нас сейчас разгар холодной войны, новый, да, то есть ситуация такая, интересная. Американцы требуют, что Путина надо подвергнуть суду. Мы знаем все эти заявления, которые в более обтекаемой форме делают представители западных стран, в более резкой форме делают представители Украины. Мы это все знаем. И вот внезапно американцы говорят, «А мы зато россиянам будем визы выдавать. Мы в три раза увеличим число сотрудников московского посольства. А что это они будут делать? Это они будут россиянам визы выдавать? Абсолютно не верю». Судя по всему, американцы понимают, что в России назревает серьезнейший кризис, общественно-политический, социально-экономический. А значит, можно пошатать лодочку. Американцы почуяли кровь. Американцы готовят организовывать в России социальный взрыв. Возможно, у них возникли некие договоренности с кем-то из российской элитки. Поэтому они сюда говорят, «Да-да-да, мы сейчас будем выводить на новый уровень выдачу виз для россиян». Более 60 частных домов в Якутске остались без электроснабжения и отопления при температуре окружающего воздуха минус 42 градуса. Это вторая подобная авария в городе за последние сутки. Опять же, я про первую аварию даже не слышал. Оказывается, их там две. Люди остаются без отопления в минус 42. У меня тут в Москве минус 20. Я еле на улицу выхожу, караул, а там минус 42. Вдвое холоднее, ниже нуля. И чтобы мы совместными усилиями могли следить за ситуацией в стране, я вас призываю вступать в нашу информационную самооборону, в наше сообщество. Устанавливайте телеграм, подписывайтесь на наш телеграм, пишите нашим координаторам, которые вас сориентируют, чем вы можете помогать. Если вы следите за ситуацией в своем регионе, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, на Кавказе, в Питере, в Москве, в Калининграде, в Белоруссии, мы будем разделить между собой направление работы и будем следить за региональными новостями. И будем делать обзоры. И самые главные новости будем, конечно же, добавлять в наши видеоролики. Потому что в одиночку за всем уследить нереально. А людям нужна огласка. Потому что вот это беспредел. Если Якутия, где находится вообще это полюс холода, самая холодная точка северного полушария, одна из самых холодных точек планеты, если Якутия, блин, не может нормально подготовиться к зиме, срочно надо менять губернатора. Но так как у этого губернатора все схвачено, он сидит дальше. Челябинский тренер по боксу и 300 его учеников полгода бьются с чиновниками вне ринга. Ребят выгоняют в занятия и не пускают на соревнования. Областное управление спорта начало мешать спортсменам летом. Команда двинула на сборы. После возвращения с призами была расформирована. Тренер Николай Шумков, которому достались все шишки, уверен, что все дело в жадности. Содержать секцию на столько детей слишком накладно. Проще всех разогнать по разным секциям и сэкономить. Администрация ради спорта лес вырубает, катки никому не нужные строит, а ребята из здания выгоняют ради коммерческих проектов. Как вам эта история? Это так русский мир выглядит? Хотя бы у нас на территории России. 300 детей занимаются в секции? Нет, шли вон. Нам это невыгодно, нам это не нравится. Среднероссийский месячный заработок трудящихся в социальной сфере соцработники составляет 41 тысячу рублей. В целом по России самые высокие заработки соцработников Москвы, Камчатского края и Якутии от 71 до 89 тысяч рублей. Это соцработники, это бюджетная сфера. До 90 тысяч рублей соцработники получают. Самые низкие у работников из Дагестана, Кабардино-Балкарской, Карачао-Черкесской республик. Их ежемесячный доход не превышает 27 тысяч рублей в месяц. Друзья, если вы или ваши знакомые, родственники работают соцработниками в социальной сфере, простите за тавтологию, напишите в комментариях, какой регион и сколько реально получают. Я не знаю, как сейчас, но лет 5 назад я общался с родителями своих школьников, и меня всегда интересовало, сколько там люди получают и так далее. Ну, некоторые получали там 25-30 тысяч рублей. Соцработники в Москве. А тут говорят, 70, 80, 90. Кто врет? Россия — страна малометражных квартир. По данным Росстата, средний размер построенной квартиры в России в 2020 году составил 77 квадратных метров. В Москве средняя площадь квартиры в массовом сегменте составляет 46 квадратных метров. Узбекистан и Латвия со своими 150 квадратами выглядят на фоне столицы России нескромно. То есть, еще раз, на примере соцработников и во многих других сферах то же самое. Хочешь получать нормальную зарплату? Все, бросай, переезжай в Москву. Приехал в Москву, зарплата в 2, в 3, в 5 раз выше. Это даже не про бизнес речь. В бизнесе там разрыв может быть вообще гораздо серьезнее. Хочешь нормальной жизни? Приезжай в Москву. Но в Москве средний размер квартиры 46 квадратных метров. В Латвии и в Узбекистане 150 в 3 раза больше, понимаете, да? Нас загоняют в Москву. В тесные комнатушки в ипотеку на 30 лет. Чтоб здесь невозможно было семьи заводить. Россиян сгоняют в крупные города, чтобы мы здесь не размножались. Утилизация населения. Аплодисменты тем людям, которые это мразовство придумали. Меня, правда, просят не использовать слово мразь. Напишите в комментариях, как это назвать. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности. Наверное, нам сейчас что-то опять про мобилизацию расскажут. Нет. Предложил Министерству просвещения рассмотреть вопрос об обязательном изучении в школах книг советских классиков о Великой Отечественной войне, в частности, молодой гвардии Александра Фадьева и рассказы о пионерах-героях. Министерству просвещения рассмотреть вопрос о возвращении для обязательного изучения произведения литературы о Великой Отечественной войне, отечественных классиков, молодой гвардии Александра Фадьева, повести о настоящем человеке Бориса Полевого, рассказов о пионерах-героях и других, говорится в рекомендациях Оргкомитета круглого стола, посвященного патриотическому воспитанию школьников в условиях ведения ментальных войн. Есть в распоряжении РИА Новости. Про танк Армата они рассказать нам не хотят. Про то, почему у нас женщины по всей матушке России плетут маск-сети, они не хотят рассказать. Они нам не расскажут про Су-57, про средства связи, про обмундирование. У нас все, блин, с обороной прекрасно. Они теперь рассказывают, как детей надо учить. И, естественно, они обсираются. Просто жидко и под себя. Я не могу подобрать других слов. Я прошу прощения в праздник. Такое говорю. Но по-другому не получается. Дело в том, что Министерство просвещения для школьного образования издает специальные списки. Списки литературы, рекомендуемые к обязательному прочтению. То есть то, что дети должны читать в течение года. На летних каникулах и просто в течение учебы. Вот эти книги, они уже входят. Еще год и два года назад эти книги постепенно ввели в школьную программу. Они там уже есть. Может быть, вы займетесь делами нормальными, реальными? Нет? Нет? Мы расскажем, что надо воспитывать детей. Вот если дети будут патриотичными, то мы выиграем любую войну. Даже если с вилкой будут штурмовать танки. В московских гостиных обсуждают, что после праздников айфоны превратятся в тыкву. Срочно пересохраняют ценные фоточки и видосики. Вообще оставить Россию без айфонов было бы довольно тупо, так как одновременно США лишаются самого эффективного инструмента слежения из всех, но с другой стороны, когда они действовали исключительно умно, вопрошает Маргарита Симоньян. Маргарита Симоньян и ее элитный круг общения беспокоятся за айфоны. Эксперты отмечают, что это бред. Что на самом деле могут заблокировать те айфоны, которые были выпущены для других стран и были ввезены по параллельному замечательному нашему импорту. У нас же чиновники решили, что они самые умные и можно ввести и закупить для россиян телефоны из Казахстана и других государств. Вот эти телефоны, которые крупные корпорации прекрасно знают, куда отправляется их техника, она вся особым образом маркируется. Те телефоны, которые были выпущены для Казахстана, а работают в России, вдруг могут быть заблокированы. Но и то это маловероятно на самом деле. И фантазии Симоньян очень странные. Дело в том, что точно так же могут заблокировать все, что угодно. И слежку можно осуществлять точно так же. Через компьютеры с Windows, через компьютеры с процессорами IBM и AMD, через любые китайские планшеты, между прочим, через те телефоны, которые используют у нас на фронте. Вы же знаете, что, например, для управления дронами используют нероссийские системы. Для корректировки артиллерии используют нероссийские системы. Волонтеры крайне активно закупают, а по-другому никак. Китайские, корейские, некоторые другие варианты техники. Ну и чего теперь с этим всем делать? Это кто виноват, что в любой момент у нас все могут заблокировать? И айфоны, и андроиды, и все мобильные телефоны, кроме тех, которые кнопочные. Наталья Касперская. О вероятности отключения всех смартфонов на территории России. Нам могут отключить не только айфоны, нам могут отключить все, что работает на андроид. Вы так не радуйтесь. Все смартфоны на территории Российской Федерации гипотетически могут быть выключены. Это одна из тех угроз, о которых мы говорим. Вот это как раз кибервойна. Все устройства на андроиде могут быть выключены. Ну то есть представьте себе. Потенциально это возможно. Почему мы к этому не подготовились? Об этом вообще-то говорят уже многие годы. Еще со времен разоблачения Эдварда Сноудена обо всем об этом ведется разговор. Где российские аналоги? Где миллиарды, которые выделялись Чубайсу на его суперразработки? Ничего нет. Зеленский приостановил гражданство 13 священников УПЦ. Среди лиц, попавших под действие указа, митрополит Тульчинский Иоанна Фан, епископ Лодыжинский Сергий. Указ о приостановлении гражданства получила государственная миграционная служба. Как это вообще возможно? С другой стороны, это, наверное, лучше, чем репрессии. Брать и сажать оппозицию. Мы их просто вышвырнем из страны. Ну, а вообще-то это как понимать? Как можно приостановить кому-то гражданство? Вообще-то это, ну, это вообще по Конституции? Это какая-то параллельная реальность. Это сюрреализм. Не может какой-то там президент, президент, любое должностное лицо имеет свой набор полномочий. Лишить человека гражданства это значит олицетворять всю страну. Нет такой должности, которой у нас императоров нету. Императоров, которые могли бы у нас в России, на Украине, в Белоруссии и так далее, нету у нас императоров, слава богу. Министерство финансов Украины разработало законопроект, предусматривающий существенное повышение акцизов на бензин и жиженый газ. Об этом сообщает судебно-юридическая газета. Законопроект предлагает повысить акциз на жиженый газ более чем в два раза, с 52 до 125 евро за 1000 литров и постепенное повышение акцизов на бензин. В Минфине подчеркивают, что это минимальный размер налога определенной директивы Евросоюза. Начинается расплата Украины за выделенные миллиарды военной и экономической помощи. Теперь выясняется, что Евросоюз в обмен на эту помощь выдвигает определенные требования. Например, украинцы должны в несколько раз больше платить акцизов в бюджет государства, а потом из этого бюджета государства уже будет постепенно выплачиваться компенсация в счет этих всех долгов. Украинцы многие годы вперед будут из своего кармана платить государству, а государство будет платить западным кредиторам Польши, Германии, Франции, Британии, конечно же, Соединенным Штатам Америки. И если Запад сейчас скажет, ну, знаете, у вас есть некоторые варианты, ну, например, разрешите нам активно добывать у вас сланцевый газ, и тогда меньше придется платить. И, конечно, украинцы в безвыходном положении, они будут распродавать все, все, что только останется в их стране. Правительство Украины сохранило на 2023 год нулевые квоты на экспорт природного газа украинского происхождения и ряда других товаров. Вы представляете, оказывается, на Украине еще есть собственный природный газ украинский. И вот с местных жителей они будут драть в три шкуры, повышать в разы акцизы. А свой газ они будут продавать без какой-либо пользы для собственного бюджета. Мы теряем людей направо и налево. Мы не афишируем, сколько из погибших, военные или гражданские. Но вы можете себе представить, что цифры огромны, неудобоваримы. А города, некоторые из них полностью разрушены, заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Помните, сколько шума, какой скандал разразился вокруг заявления? По-моему, это была Урсула фон дер Ляйен или Анна Лена Бербок, кто-то из них, помню, что женщина европейский политик, заявила, что Украина уже потеряла более 100 тысяч военнослужащих убитыми. А официальные данные были что-то там, типа, в несколько раз меньше. 20 тысяч. И вот, пожалуйста, посол Украины в Великобритании говорит, да у нас такие цифры, что вообще страшно представить, неудобоваримые потери. Поэтому, что они делают? Они прямо сейчас уже начинают с собственных беженцев из Евросоюза возвращать к себе назад на Украину. Бывший глава Центробанка Украины просит политического убежища в Австрии из-за обвинений в хищении 5,5 миллионов баксов, покинувший в октябре 22-го года пост главы Центробанка Украины Кирилл Шевченко запросил убежище в Австрии. Кирилл Шевченко руководил денежно-кредитной политикой Украины с июля 20-го года. То есть, это человек Зеленского, который там проработал два года и все. Теперь его разыскивают. Теперь он говорит политическое убежище. очень жаль, что у российской разведки нет желания, нет возможности, а возможно даже нет желания допросить этого человека и узнать у него разного рода информацию. Я думаю, он мог бы многое рассказать про делишки своего патрона Зеленского. Говорят, что он просто поссорился с Андреем Ермаком, ну и завертелось, закрутилось. Польша не будет поставлять на Украину танки Леопард, заявил журналистом премьер республики Матеуш Моровецкий. Вчера мы это рассматривали. И американцы, и британцы, и французы, и немцы, все говорят, ну мы, да, да, мы обязательно когда-нибудь обязательно поставим Украине танки, ну пусть вот они начнут, а мы подхватим. Мы обязательно, точно, сто пудов, поляки говорят, не, мы вообще, а на нас вообще не смотрите, мы точно не будем поставлять. Все понимают, что дело уже пахнет керосином, что сейчас ситуация приблизилась к критической точке. И те страны, которые на поставках военной техники рубят крутые, крутые гешефты, они, конечно, до последнего будут впихивать за счет украинцев, это все будет оплачиваться, все эти законы о ленд-лизе, мы помним, как это работает, вам сначала дают технику, но потом вы обязаны все равно за нее заплатить. Ну вот здесь точно такая же схема. Поляки говорят, нет, мы не будем в этом участвовать. США изучают разные возможности обеспечения Украины танками, но напоминают, что эксплуатация Абрамсов достаточно сложна. Американцы очень хотят дать Украине танки, но ими сложно пользоваться. Мы очень хотим, но не можем. Ну вы же понимаете. США в рамках нового пакета помощи впервые предоставят Украине самоходные артиллерийские установки, заявляет Пентагон. А обучение ВСУ применению американских комплексов ПВО Патриот еще не началось. Оно будет идти в третьей стране, заявил Белый дом. Опять же, вроде как Патриоты уже переданы все-таки Украине, хотя бы первые. А кто же ими будет управлять, если только обучение персонала займет полгода, как я раньше вам уже озвучивал эти данные. Кто ими будет управлять? И главный вопрос, почему до сих пор западная техника оказывается на Украине? Почему целые пути снабжения нам говорят попасть по опорам моста, чтобы разрушить мосты через тот же Днепр, например? Очень тяжело. Это могут делать диверсионно-разведывательные группы. То есть, если наши разведчики туда доберутся, залезут, провезут взрывчатку, залезут на опоры этого моста, закрепят там взрывчатку, подорвут, ну, то есть, это очень сложно сделать. А если сверху бить по мосту, не по опорам, а по полотну моста, то его быстро можно заделать, и железную дорогу быстро заделать, ну, сколько это займет? Сутки это займет? Двое суток? Ну, хорошо. Выберите там 10 главных точек, по которым идет снабжение вооружением, и раз в сутки то туда, то сюда, то туда, то сюда, 10 ракет пускайте по этим направлениям. пусть эти мосты и железнодорожные артерии перестанут работать. Ну, две недели. Две недели, там, по 20 ракет в день. Сколько это нужно? 300 ракет. 300 ракет у нас есть, зато две недели без важнейших путей транспортного сообщения, ну, я думаю, это была бы совсем другая ситуация. А тут они спокойно обсуждают, сколько много новой техники будет поставлено на Украину. Замечательно. Генерального секретаря ООН Йенса Столтенберга выдвинули на Нобелевскую, Нобелевскую премию мира, поскольку он с первых минут осознал серьезность и значение российской агрессии для всех стран, которые основывают свое управление на демократии и свободах. Давайте выразим наши слова искреннего сочувствия президенту Украины Зеленскому. Уж как он старался, как он все свои таланты положил, чтобы получить Нобелевскую премию. А теперь выяснили нет. Все-таки премию должен получить западный человек, а не какой-то там Зелебобик. Вот она реальная картина. Кто реальный? Значит, борется с российской агрессией? Зеленский какой-то там президент Украины? Нет. Это Йенс Столтенберг. Йенс Столтенберг. Это он осознал серьезность и значение российской агрессии. Тут, кстати, опечатка, я не понимаю, как это получилось. Йенс Столтенберг, это же генсек НАТО. Ну-ка, давайте-ка проверим сразу. Не отходя, что называется отказ. Йенс Столтенберг. Ну, конечно, генсекретар НАТО. Ошибочка тут. Короче, НАТО. НАТО борется с Россией и за это может получить премию мира. Премия мира за войну. За войну премия мира. Все четко. Не Украина борется, а НАТО. До сих пор это непонятно многим людям. Макдональдс ушел из Казахстана из-за проблем с поставками мяса из России, подтвердил Минсельхоз страны. Макдональдс ушел из России, а теперь ему приходится закрываться в Казахстане. Потому что русское мясо им покупать теперь нельзя. Это оно под санкциями. Торговать с Россией Макдональдс и его представители не могут. А в других местах покупать мясо слишком дорого. Все. Макдональдс из Казахстана уходит. Очень интересная картина вообще взаимосвязи между нашими странами. Вот в таком штрихе. Турция продолжает переговоры с Россией по вопросу от срочки оплаты за природный газ. Турки осознают, что инфраструктурный геополитический потенциал их страны имеет огромное значение для России, поэтому выкручивает руки Газпрому. Возможно, российской стране придется согласиться на их условия. Эрдоган просто как хочет выкручивает Путину руки. Просто веревки вьет. Зерновая сделка, газовый хаб, все вот эти красивые жесты, объемы военнопленных и политическая амплуа великого переговорщика и центра силы, переговоры по теме Сирии. Все карты на руки Эрдогану. Члены палаты представителей Конгресса США по итогам состоявшегося в ночь на субботу 15-го тура голосования все-таки избрали республиканцы Кевина Маккарти новым спикером, поставив точку в четырехдневных дебатах, не позволявших палате приступить к работе в новом составе. Как только было высказано предложение может быть Трамп станет спикером, Трампы испугались, окей, вот этого, вот этого, хорошо, все, согласились. Трампа по итогу использовали просто как пугало, которое заставило несогласных проголосовать как надо. Профсоюз работников скорой медпомощи Великобритании анонсировал объявление забастовки из-за несогласия с уровнем зарплаты на 23 января. Это к вопросу о кризисе в западных экономиках. Вчера вышел мощный позитивный отчет американских статистов о параметрах, о безработице, об инфляции, о всех таких вещах. Вроде как Байден пока что удерживает Америку от масштабного кризиса, а вот в Европе дела плохи, там намечается очередная забастовка. Военно-политический кабинет Израиля объявил в пятницу о серии карательных мер против палестинской национальной администрации. В Израиле куда так массово свалило наша интеллигенция, наши олигархи тоже неспокойно. У них там свои спецоперации. Они собираются устраивать карательные меры. Вполне возможно, что в любой момент в ответ палестинцы начнут устраивать теракты на территории Израиля. Ну, то есть, этого нельзя исключать. там обстановка за последние полгода все накаляется и накаляется. Жители населенного пункта Готовушина, юге Косово, где в результате покушения на сербов во время празднования рождественского сочельника были ранены два человека, начали перекрывать дороги. В Сербии тоже может рвануть в любой момент. Урожай плодов, хоть немножко хороших новостей, урожай плодов и ягод в России вырос за прошлый год на 5% по сравнению с показателями за 2021 год и достиг полутора миллионов тонн. Как пояснили в Минсельхозе, увеличение объемов производства в первую очередь связано с высокими темпами закладки современных интенсивных садов и питомников. В 2022 году это порядка 11 тысяч гектаров. Слава Богу, что хоть где-то у нас есть позитив. Нынешний размер стипендий для студентов это не стипендий, они что есть, что их нет. В этом году в Госдуму внесут законопроект о стипендии не ниже МРОТа. Сейчас в России он 16 тысяч рублей. Вы представляете, если студент будет получать за свою учебу 16 тысяч рублей? Во-первых, это, конечно, законопроект, не факт, что его примут. Для нормализации ситуации в стране это был бы очень правильный шаг. Для многих семей это был бы прям глоток свежего воздуха. В целом общество бы подумало, ну, наконец-то о нас заботятся. С другой стороны, я знаю кучу разного рода историй на тему девочка. Все люди как люди. Сдали за экзамен по 5 тысяч рублей. А ты почему отказываешься? Ты выучила? То есть ты, типа, самая умная. Хорошо, будешь сдавать комиссии, я ставлю тебе двойку. Ты можешь мне ничего не рассказывать. На пересдачу. И еще раз на пересдачу. И комиссии пересдает. И еще раз комиссии пересдает. Все выучили. Вот те студенты, кто реально учатся, во многих высших учебных заведениях нашей страны подвергаются придиркам, издевательствам. Они не могут сдать, несмотря на свои высокие знания. Их заставляют давать взятку. Их заставляют платить. Вот эта ситуация в нашем образовании. И если у студентов появится 16 тысяч рублей в месяц, во многих вузах это приведет только к одному. К росту стоимости экзаменов и зачетов. Что нужно делать? Первое. Должна появиться система ответственности вуза за качество обучения студентов. У вас есть студент. Вы на него посмотрели на первом курсе, на втором курсе. Если после второго курса он не отчислен, то это человек, которого можно учить, у которого есть базовые знания, и с третьего курса вы его уже готовите к профессии. Первый, второй курс это общие учебные дисциплины, всякие физкультуры проходят на первых курсах, русский язык, история, все остальное. Математика, КСЕ какое-нибудь. Если студент поступил, первые два курса отучился, исключение студента на третьем, на четвертом должно вызывать очень серьезные вопросы. Если студент отучился весь срок обучения и не смог найти работу по специальности, к вузу должны предъявляться вопросы. А чем вы вообще занимались? Почему у вас студент не готов работать? Высшее образование должно быть кузнецей кадров. сейчас это просто место, где ну так надо время убивать. Там во многих местах вообще ничему не учат. Ну как бы как это понимать? И мы миллиарды должны тратить на эту систему триллионы. Это бессмысленно. Система высшего образования должна двигать вперед нашу экономику, науку, образование, здравоохранение и так далее. Если люди просиживают штаны, значит эта система сломана. Ее надо менять. Очень серьезно менять. Я уже много раз рассказывал, как это делать. Сейчас вот такими основными какими-то широкими мазками свою концепцию рассказал. Что это сложно сделать? Вполне реально. Просто нужна политическая воля. Друзья, спасибо за просмотр, спасибо вам за участие, за ваши теплые слова, за ваши критические замечания. Вот видите, помогли мне разглядеть фейк, которому я успел поверить. Спасибо большое, подписывайтесь на нас в телеграме, ставьте лайки, делайте репосты. Отдельное спасибо всем, кто смотрит ролики до конца. Всех вам благ, берегите себя еще раз с Рождеством. players воuto помнение от 分享 iu – к процедуры